Здравствуйте! Сегодня я хочу вас ознакомить с рисунком лица. Значит у меня есть специальный блокнот для визажистов. Тут есть очень много разных, например, одна сторона лица. Тут вы можете писать. Так, есть лица полностью, где нужно делать полностью макияж от и до. И есть отдельно страницы, где есть только глаза. Только глаза или только губы. Здесь вы можете делать разные техники макияжа. Но, так как таких книжек сейчас в наличии ни у кого нет, поэтому я предлагаю начать делать рисунки на таких листах. Акварельная бумага. Это акварельная бумага, специально плотная текстура для акварельных красок. Значит можно рисовать разные лица, можно использовать сухую текстуру, то есть сразу можете использовать румяна, тени, можете делать черно-белый или же сразу полностью делать макияж. Вот уже на таком мы готовим тоже рисунки. Полностью с тональным кремом и со всеми теней и подводкой и ресницей. Так, но сегодня я покажу, как можно нарисовать такое лицо на бумаге. Акварельная бумага. А плотности желательно поплотнее, конечно, ну 180 или 200 может быть плотность. Сейчас мы нарисуем, примерно я покажу, как можно нарисовать. Но есть один очень простой способ, как вы можете это сделать, если, например, у вас совсем не получается нарисовать лицо. Вы можете взять любую картинку в интернете. Можете также набить фейс-чарт, сохранить фотографию фейс-чарта, то есть лицо, и распечатать его на тот размер, на который вы хотите. Можно распечатать на А4. Ну, чтобы не делать на А3 сильно большие, можете делать на А4. На А4 распечатать. И для того, чтобы нарисовать примерно так же, вы можете взять уже готовое лицо, например, вот такое. Вы, скажем, распечатали его. Положить на него простой бумагу, которая у вас есть. Положили его и можете с окна просто взять и срисовать это лицо. Тогда у вас уже будет готовый макет лица. Вы можете таких страниц сделать несколько. Но если все-таки вам интересно попробовать нарисовать самой, сегодня я покажу, как можно нарисовать лицо. Берете бумагу акварельную, то есть или альбомную. То, что у вас есть под рукой. Но желательно акварельная бумага. Она плотная. Значит, намечаете форму, ширину лица. Примерно, как она у нас, скулы. Все это делаете простым карандашом. То, что не получается, стираете резиночкой, ничего страшного. С первого раза не всегда все получается. Намечаете, где у нас должны быть брови. просто линией. Необязательно вырисовывать каждый волосок. Сначала просто линией. Глазки точно так же просто линиями. Нос. Тоже просто намек. И губы. Теперь начинаете все корректировать. Дорисовываем губы. Вы должны просто нарисовать карандашом на бумаге. лицо. Не обязательно точно такое же, как рисую я. То, что получится. Потом можете добавлять уже детали. Зрачки. Блики для глаз оставляйте обязательно. Блики на губах. Это все потом уже в цветном варианте будет. Домашнее задание. У нас будет лицо карандашом на белой бумаге.